В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Коротко о главных событиях. Как свободные экономические зоны планируют жить в новых условиях? СЭС Брест расширила границы. Новое качество, новые условия, новые направления работы резидентов и арендодателей. Налетай, покупай. Модно, выгодно, удобно. В Бресте прошла ярмарка распродажа товаров Легпрома. Воздух, пропитанный запахом машинного масла и бензина, прожженные шины, рев моторов. Сегодня в областном центре стартовал джип-триал. Об этом и не только прямо сейчас. Что год грядущий нам готовит? На этот вопрос ждали ответ практически весь ушедший год представители свободных экономических зон Беларуси. Быть или не быть? Быть. 30 декабря 2016-го точку в этом вопросе поставил глава государства Александр Лукашенко, подписав указ номер 508, который не только сохранил СЭС, но и расширил их границы. СЭС Брест стала больше в областном центре. Увеличилась территория в Кобрине, Барановичах и Пинске. Тем самым площадь ее составляет сегодня более 10 500 гектаров. Это территории многих предприятий, погранпереходы, в том числе и железнодорожный. Территория Ленинского района, почти половина, также вошла в свободную экономическую зону. Что предполагает данное расширение? Какие выгоды сулит представителям бизнеса? На эти и многие другие вопросы отвечали руководители профильных структур на семинаре учебе, который прошел в Ленинской администрации города Бреста. На три вопроса интеллектуалы клуба ответили бы, не задумываясь, что СЭС, где в Бресте, когда уже сейчас. И действительно, все то, что сулит свободная экономическая зона резидентам, выгодно. Выгодно. Буквально сегодня. Не стоит ждать, чтобы не пропустить позитивные моменты, которые станут мейнстримом через год-два. Те, кто сидит и ждет, пока закончится кризис, окажутся не у дел. Как всегда, в выигрыше будет тот, кто видит новые возможности и действует. Об этом говорили на семинаре представители свободной экономической зоны Ленинской администрации Управления экономики облсполкома. Предоставлен уникальный шанс воспользоваться теми преимуществами и преференциями, которые дает свободная экономическая зона. Да, это очень сложно. Очень сложно в рамках вступления самому в серьезный бизнес. Я это буду называть все-таки серьезным бизнесом. Привлечь серьезные инвестиции – это тоже сложно. Надо уметь себя рекламировать. Поэтому сегодня это первый семинар, который мы проводим. Их будет еще, наверное, штуки три или четыре семинара. Мы попытаемся достучаться до каждого хозяина, я их буду называть все-таки хозяевами своих предприятий, для того, чтобы они поняли, что, во-первых, учиться никогда не поздно, а во-вторых, что любая их идея может быть воплощена. Мы не ставим себе задачу указывать, куда идти. Мы готовы подсказать, как идея, которая где-то только, может быть, зарождается в голове бизнесмена, как ее реализовать. Микрорайон Граевка со стороны Красногвардейской до улицы лейтенанта Рябцева включительно. Территория Брестской крепости, расширенные участки в районе улицы Катенбор. Почти 50% территории Ленинского района стали зоной свободной экономики. На территории СЭС автоматически оказались предприятия Брестская пила и Брестглебопродукт, Брестгазоаппарат, Брестский мясокомбинат и многие другие. Что дает это вхождение предприятиям, городу, области? В связи с расширением территории свободной экономической зоны Брест у многих предприятий появилась возможность стать резидентом СЭС и использовать вот те преимущества, которые дает сегодня работа в условиях свободной экономической зоны. Это, конечно же, не старые проекты, это должны быть новые проекты, новые инвестиции, новые инвесторы, новые рабочие места. И если предприятия на сегодняшний день территориально вошли в состав СЭС и располагают территориями, какими-то, может быть, производственными незадействованными помещениями, то это возможность для них для развития нового бизнеса. Наша цель основная – это максимально задействовать вот тот потенциал промышленный, который все-таки был включен территориально в СЭС, и на сегодняшний день не полностью используется. Максимально задействовать вот в этом промышленном обороте области. Но территориальная принадлежность не дает прав воспользоваться льготами и преференциями, предусмотренными для резидентов СЭС. Значит, чтобы пользоваться всеми правами резидента, нужно стать им, а для этого необходимо защитить бизнес-план, соответствующий всем требованиям законодательства по СЭС, и инвестировать в экономику региона 500 тысяч евро в течение трех лет. Но есть и второе но. Территориальная принадлежность позволяет неиспользуемые территории предприятия или земельные участки сдать в аренду новым резидентам СЭС. Я считаю, что наши предприятия, как маленькие и крупные, они сегодня обладают, может быть, небольшим потенциалом, но они сегодня, можно сказать, обладают таким партнерским потенциалом и могут быть партнерами для потенциальных инвесторов. Самое основное сегодня, мы из практики видим, это отсутствие информации на Западе о наших возможностях. Они просто не знают, не то, что там сегодня в свободной экономической зоне есть, не знают действующих предприятий, не знают те направления, в которых можно совместно работать. Вот это вот мы должны сегодня, вот эту информацию подготовить и им донести. Уникальная возможность, когда огромное количество территорий отошло к свободной экономической зоне, огромное количество предприятий, там более 300 предприятий, территория которых на сегодняшний момент в свободной экономической зоне. И до каждого надо дойти, и до каждого достучаться, и сказать, становись на уровень Санта и Брема и конкурируй с Санта и Бремом. Я надеюсь, что получится. Вот вы хорошо сказали, прям так, это поэтический локомотив под названием экономика, значит, он может двигаться и с очень хорошей скоростью. Да, да, и тем более сейчас, я еще повторюсь, что действительно государство дает возможности. Льгота по налогам, которая, ну, налоговая нагрузка 60% существующая, это довольно существенно, и особенно для малых предприятий. Действительно, СЭС были и остаются актуальным инструментом привлечения иностранных инвестиций, поскольку преференциальный режим им понятен и близок, и к тому же он совершенствуется, улучшается. Есть налоговые преференции, которые нашим потенциальным инвесторам были бы интересны для работы в свободной экономической зоне Брест. В первую очередь, это отсутствие арендной платы на землю, это очень важно. С этого года у нас отсутствует арендная плата на землю, а также земельный налог. Именно в свободной экономической зоне? Совершенно правильно, да. Значит, также отсутствует налог на прибыль в течение 10 лет с момента объявления первой прибыли по этому году. По следующему году этот налог будет полностью отменен для резидентов свободной экономической зоны при работе в специальном правовом режиме. То есть, если ты работаешь на экспорт, продаешь товары другим резидентам свободной экономической зоны, пожалуйста, освобождение от налога на прибыль. Отсутствует налог на недвижимость для резидентов свободных экономических зон. Отсутствует обязательно продажа валюты для резидентов СЭС. Ну и ряд таможенных преференций. Они остались при работе на страны вне зоны Евразийского экономического союза. То есть, это и Украина, это и Польша, это и Прибалтики. Это наши страны-соседи. Все льготы сохраняются таможенные в полной мере. В полной мере. Если же мы работаем на страны Евразийского экономического союза, сохраняется также льгота по НДС. Ну и естественно, все ввозится, все, что ввозится сырье в свободную таможенную зону резидентов СЭС, оно для реализации инвестпроекта, это и стройматериалы, какое-то оборудование, это все вводится по нулевой ставке. И работать данный механизм будет как минимум до 2050 года с возможностью дальнейшей пролонгации. Все вышесказанное является своеобразным пригласительным билетом для потенциальных инвесторов, но, конечно, с энтузиазмом и желанием работать наших руководителей. А потому не следует пенять на кризис, поскольку это слово, написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов. Один означает опасность, другой – благоприятная возможность. Для благоприятной возможности нужно найти новый путь, уйдя со старой дороги. А начать с простого, с бизнес-плана. В первую очередь желание самого предприятия, немножко инициативы, работы, а платформа – это бизнес-план. Бизнес-план, техника экономического обоснования, и дальше уже будет легче. Инвест-предложение, оно строится на основе расчетов. В первую очередь должны быть представлены объемы инвестиций, способы инвестирования, количество работающих на предприятии. Не ограничено, в каком виде должна быть презентация представлена. Она может быть в электронном виде, она может быть в виде каталога, она может быть просто в виде тизера. Просто должно быть лаконично, кратко, понятно и доступно для инвестора. Так все не так страшно, как мы себе представляем. Инвестиции готовы прийти в Брестскую область, в Брест? Да, они просто ждут наших предложений. Дело за малым – принять решение и начинать действовать. Решение за вами. Лариса Осмолович, Денис Величкович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Ярмарка распродажа товаров Легпрома состоялась сегодня в городе Надбугом. По традиции функционировала она на площадке возле легкоатлетического манежа. Более четырех десятков производителей и поставщиков предлагали свою продукцию брещанам и гостям города Надбугом по специальным, особо привлекательным ценам. Подробности в следующем материале выпуска. Ярмарка распродажа товаров Легкой промышленности и стоковой продукции белорусских производителей в городе Надбугом проводится уже не первый год. Как правило, она имеет сезонность, организуется весной и осенью. Нынешний раз пятый собрал самое большое количество экспонентов за всю историю проведения – более четырех десятков. Уже с марта месяца производители нам начинали звонить в управление торговли, спрашивать, когда у вас будет эта ярмарка. То есть у нас механизм такой – кто хочет именно сюда приезжать, те, кто хочет приехать. Свою продукцию брещанам и гостям города Надбугом предлагали как региональное предприятие, так и другие отечественные производители, товары которых пользуются неизменным спросом. Подогревали последние особые условия продажи. Скидки в несколько десятков процентов можно было найти повсюду. Сегодня, так как ярмарка Стокова, мы предлагаем скидку на взрослый ассортимент 30%, на детский – 20%. Мы постарались привести максимальный ассортимент, предлагаемый производимой продукции нашего предприятия. Помимо цены, качество товаров стремились привлечь покупателей и новинками. К примеру, не так давно на Барановическом производственном хлопчатобумажном объединении стали выпускать постельное белье с мотивами, напоминающими узоры слудских поясов. И сувенирное полотенце с орнаментом. Мы не первый раз принимаем участие в этой выставке, уже пятый раз. Мы доказываем качество нашей продукции, что она очень удобная, пользуется спросом. Высокий уровень обслуживания и все из натуральных тканей. Посетители ярмарки распродажи, которых, к слову, было немало, отмечают, им нравится подобная форма торговли. Широкий ассортимент продукции по доступным ценам, к тому же собранные в одном месте, существенно упрощает процесс поиска вещей и их покупки. Мы только выбрались с детьми, с сестрой. Ну и не знаю, надеемся что-то приобрести, потому что прочитали рекламу о сниженных ценах. Увезела, купила. Внуку всего напокупала. Купили кое-что, спасибо, все нормально, все замечательно, качество хорошее, белорусское, все замечательно. Анастасия Стропко и Дарт Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на Бук-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. Второй по счету Брестский молодежный форум педагогических идей и решений «Педагогический фест» прошел в Кобринском районе. Идейными воплотителями новации в очередной раз выступили отдел образования спорта и туризма Брестского госполкома и горком профсоюзов работников образования. Темы мероприятия актуальны и разносторонны. Основная цель встречи, как и прежде, улучшение качества педагогической деятельности и повышение интереса молодых специалистов к их профессии. Программа встречи была насыщена. О том, как это было, а также о том, каков портрет современного учителя на начальном этапе карьеры, расскажет подробнее наш корреспондент София Бережная. Станет ли для молодых педагогов учительство делом всей их жизни? Говорить пока рано. Стаж участников фестиваля от двух до пяти лет. Они в буквальном смысле делают первые шаги в профессии, учат других и продолжают учиться сами. Без совершенствования в их выбранном деле никуда. Сегодня молодые наставники активны и полны идеи, воодушевлены и настроены на плодотворную работу. Однако не единичны случаи, когда новоиспеченные специалисты меняют свои взгляды и пренаправляют силы в иное русло, ищут себя в чем-то другом. Как не спугнуть нынешнего вдохновения и запала? Как убедить в том, что профессию учителя интересна, многогранна и, что немаловажно, перспективна? На все эти вопросы искали и нашли ответы организаторы фестиваля педагогических идей и решений. На вторую по счету встречу они пригласили 49 молодых наставников, а также опытных представителей образования. Обсудили темы разные, подняли проблемы злободневные, обратились к вопросам особо актуальным. Педагогическая профессия несколько утратила свою значимость, поэтому мы ставим перед собой задачу в первую очередь нацелить молодых педагогов на то, чтобы они остались в этой избранной ими ранее профессии. Чтобы они не искали себе нового пути, чтобы они понимали, что педагогическая профессия – это всерьез, надолго, это на всю жизнь и это призвание для тех, кто сюда пришел. Понять, является ли профессия их призванием или же нет, молодым специалистам еще предстоит, а пока главная цель – реализоваться в том, что касается педагогической деятельности. Организаторы фестиваля четко продумали программу мероприятия. Отказавшись от нравоучительных лекций на тему «Как быть настоящим учителем», ведущие специалисты в области образования, наставники, кандидаты наук делились опытом, приводили примеры своей практической деятельности. Мировая религия 21 века – непрерывное образование. От его качества зависит качество человеческого капитала, как следствие – качество развития государства. Все эти идеи и лежали в основе выступлений преподавателей с внушительным стажем. Поучиться было чему, возможность почерпнуть для себя что-то и в дальнейшем применить в собственной практике не могли упустить молодые учителя, а потом услышали и брали на вооружение полезные советы. Я как молодой педагог хочу сказать, что данного рода мероприятия должны быть, потому что молодые учителя могут раскрыть себя, показать себя, заявить о себе, показать свой хотя и небольшой, но уже педагогический опыт, свои творческие идеи и, скажем так, обобщить это все и посмотреть мастер-классы очень опытных уже учителей. Я считаю, что такого рода мероприятия должны быть. Проявить себя молодые специалисты имели возможность. В программу мероприятия входил конкурс для учителей «Моя формула успеха». По условиям педагоги должны были поделиться своими методиками и наработками, рассказать о том, что их привело в довольно непростую профессию. А получить новые знания участники фестиваля могли на мастер-классах от старших опытных коллег. Как председатель Брестской городской организации отраслевого профсоюза я буду вести образовательную площадку «Правовая компетенция молодых педагогов. Теория и практика». Их будет у нас семь. Педагоги будут в течение 20 минут меняться. И они в течение трех часов пройдут семь образовательных площадок. Вести площадки будут лучшие педагоги города Бреста. Работа учителя важна для общества и для государства в целом. Педагогические вузы сегодня не испытывают недостатка студентов. Конкретной профессией стремятся овладеть многие молодые люди. Однако одно дело получить диплом и совсем другое стать настоящим специалистом, знающим, а главное любящим свое дело. Высокое число людей, соответствующих этим параметрам, гарант успеха в области образования, его эффективного развития и совершенствования. Понимая трудности, с которыми сталкивается каждый начинающий наставник, осознавая, что на первом этапе не исключены ошибки и неудачи. Актуален поиск рецепта идеального учительства. Организаторы педагогического феста постарались максимально помочь молодым специалистам. И эта помощь не одноразовая. София Бережная, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. Сразу два семинара совещания провели на текущей неделе следователи Брещины. В рамках первого молодых сотрудников обучали тонкостям расследования дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. На втором обсуждали нюансы организации взаимодействия в части психологического сопровождения несовершеннолетних при проведении следственных и иных процессуальных действий. Тему продолжит Анастасия Остробко. В управлении Следственного комитета по Брестской области в соответствии с планом, утвержденным начальником Александром Рахмановым, проводится комплекс обучающих мероприятий. В их числе и те, что направлены на становление молодых сотрудников. О тонкостях расследования уголовных дел, моментах, на которые стоит обратить внимание, а также алгоритме действий начинающим следователям рассказывают их опытные коллеги в рамках учебно-методических семинаров. На текущей неделе в городе над Богом состоялось одно из таких мероприятий. В центре внимания оказались дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. К сожалению, несмотря на все профилактические усилия ДТП, актуальная тема. За счет комплекса проводимых профилактических мероприятий отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий, в результате которых причины тяжкие телесные повреждения, либо наступила смерть. Вместе с тем, к сожалению, эти цифры довольно велики. За прошлый год, за 2016-й, следственным подразделениям Брестской области передано прокурору для направления в суд 106 уголовных дел. По 60 уголовным делам производство было прекращено, в том числе по 12 по нереабилитирующим основаниям. Эти цифры говорят о том, сколько было ДТП с тяжкими последствиями. В текущем году уже передано прокурору за 4 месяца для направления в суд 31 уголовное дело. Семинар был разделен на две части – теоретическую и практическую. Во время второй молодые следователи должны были провести осмотр места ДТП. На семинаре автокатастрофа инсценирована, однако подход серьезный. Именно такая форма обучения помогает приобрести знания и опыт. Такие семинары нужны, я считаю, однозначно, потому что на данных семинарах выступают представители нескольких организаций. Они делятся опытом, делятся опытом, как минимум, как на данном семинаре. Представитель нашего управления, который занимается расследованием преступлений в сфере ДТП. И он имеет большой опыт, а мы не очень большой, поэтому нам подсказывает, рассказывает моменты, какие-то типичные ситуации, нетипичные ситуации, как действовать. Опыта набираемся. Второй семинар совещания собрал в здании управления людей, которые отвечают за психологическое состояние несовершеннолетних во время проведения следственных и иных процессуальных действий. К сожалению, порой дети и подростки становятся жертвами или свидетелями преступлений. Бывает и так, что приступают закон, и они сами. И сила перенесенного стресса чаще всего огромна. Однако для проведения всестороннего и объективного расследования важна каждая деталь. Любая мелочь, а значит, несовершеннолетнему нередко ни один раз приходится возвращаться в роковой день или ночь. И в этот момент важно, чтобы рядом находился грамотный специалист. Человек, который поможет пережить психотравмирующую ситуацию. Мы приглашаем психологов и социальных педагогов для сопровождения несовершеннолетних в следственных действиях. Но получается так, что никто никогда этому не учил на самом деле. И сегодняшний наш семинар-совещание призван выработать единообразный подход со стороны и педагогов, и психологов, и следователей именно к вопросу защиты прав и интересов несовершеннолетнего. Это совещание позволит более тесно наладить взаимоотношения и в целом по участию психологов в следственных действиях, поскольку не только несовершеннолетние нуждаются в такой защите. Преступление вообще в понимании нормального человека – это стресс, это катастрофа. И именно участие психологов помогает как можно минимизировать последствия вот этих явлений. Рабочие встречи, подобные состоявшиеся, вероятнее всего, будут продолжены и впредь. Защита прав и законных интересов граждан, в первую очередь потерпевших – один из важнейших приоритетов в работе следователей. Особенно в году текущем. Напомним, еще в январе 2017-й был объявлен годом по принятию дополнительных мер в защите тех, кто пострадал от преступных посягательств. Анастасия Стробко, Андрей Ищерба, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Воздух, пропитанный запахом машинного масла и бензина, прожженные шины, рев моторов – все это – кубок доса в города по джип-триалу. Соревнования среди внедорожников в областном центре уже стали хорошей традицией. В Брест показать свои автомобили и их возможности приезжают десятки водителей со всего региона. О крутых спусках, запутанных в виражах большой скорости и настоящем адреналине Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Кубок ДСА в под джип-триалу – это праздник спорта и адреналина. Соревнования объединяют на одной площадке не просто любителей. Участники заезда – воодушевленные энтузиасты-механики, которые, однажды сев за руль автомобиля, теперь не расстаются с ним практически никогда. И о нем с удовольствием всем рассказывают. Наверное, осталось все практически родное. Двигатель родной. Мосты только военные стоят. Туда кузов веселый родной. Каркас безопасности доваренный. Модель ГАЗ-69А 60-го года выпуска. Привлекает что? Общение с людьми, конечно. Ну, удовольствие какое-то, адреналин. В соответствии с планом работы ДОСАВ на 2017 год, сегодня мы проводим кубок Брестской объединенной рационной структуры ДОСАВ по джип-триалу среди любителей, любителей автомобилистов. Главная цель занятий и этих соревнований – это привлечь население города Брест к занятию военно-техническими видами спорта, дать возможность водителям и любителям испытать своих боевых коней, испытать себя, показать свое мастерство, побороться за кубок ДОСАВ, так как кубок мы проводим один раз в год. Автопарк участников растянулся на несколько десятков метров. Каких только машин здесь не увидишь. От легендарных советских моделей, оснащенных новыми двигателями и коробками передач, до современных внедорожников, пересаженных на супербольшие колеса. Есть здесь и особо редкие автомобили. Автомобиль 92-го года, Дайхат Суфероза, очень редкая машина. В Белоруссии их три штучки всего. У меня в руках она уже лет пять. Побывали уже на фесте, на Бермудском треугольнике, пару тривалов. Вот сейчас сюда приехали. Крайняя поездка была на Драгву 2017, с 7 по 9 мая. Тоже участвовали. Несколько минут до начала заездов. Участники регистрируются, получают номера, проверяют полную справность своих железных коней. Важно, чтобы ничто не помешало автомобилю пройти эту дистанцию не только быстро, но и красиво. Знатоки Триала отмечают, эмоции, которые переполняют водителя во время прохождения дистанции, несравнимы ни с чем. Это смесь адреналина, драйва и даже спортивной злости, которая в процессе езды превращается в искусственную виртуозность. Местность и дистанция бывают совершенно непредсказуемы. И порой, сначала дерзко поднимаясь на возвышенность, внедорожник уже мчится вниз, где машину ожидает очередная проверка на прочность. Это демонстрирует настоящее водительское мастерство, глядя на которое слова уходят на второй план. Что как ни боевые виды искусства закаляют характер, укрепляют силу воли, выносливость, настойчивость. Выбирают его целеустремленные люди, которые готовы к сложностям, постигают его те, кто готов идти до конца, преодолевая любые барьеры. Среди брестских спортсменов таковых немало. Немало и успехов, громких побед. Настоящей кузницей чемпионов является брестская спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва БФСО «Динамо». В ней готовят победителей опытные тренеры, знающие свое дело. Высоких результатов добились ученики секции тэквондо. Преодолевая испытания за испытанием, состязания за состязанием, они стремятся вперед, будучи убежденными, что главные трофеи еще впереди. О непоколебимом характере брестских спортсменов и их тренерах наш следующий сюжет. Андрей Лещев – тренер по тэквондо с 20-летним стажем. Его руки мастерства для многих спортсменов стали судьбоносными. Его пример являлся мотивацией для ребят в минуты неудач, ошибок и сложностей. Сегодня тренер с удовольствием делится опытом с подрастающим поколением, с одной лишь поправкой. Работает с теми, кто целенаправленно пришел заниматься делом. На ковре все строго, начиная с разминки и заканчивая поединками. Дисциплина, внимательность, полная отдача. Желание тренироваться качественно и упорно. Вот, пожалуй, основополагающие факторы, которые определяют для опытного наставника, есть будущий ребенок в спорте или нет. На отделении по тэквондо порядка 150 ребят, 5 групп начинающих спортсменов. Андрей Ильичев к каждому ученику подходит индивидуально, ведь у каждого свой набор психологических качеств и физических возможностей. В 5-6 лет привели маленький. Мы смотрим на гибкость, так же как и в художественной гимнастике. В дальнейшем это единоборство, тут надо думать головой. В последующем можно, как говорится, не увидеть, за первый год возможно не увидеть какие-то качества игры. Вот даже элементарный футбол, можно понять в командной игре психологию, физические качества, как он агрессивен, не агрессивен, скорость. Потому что тэквондо ВТФ, Всемирная Федерация Тэквондо, в основном приемы на олимпийской версии ногами, это как в легкой атлетике спринт. Первая скорость, скоростные качества. На счету Андрея Ильичева немало спортсменов, которыми тренер по праву гордится. Многие из его учеников в разные годы вставали на пьедестал почета на соревнованиях европейского и мирового уровней. Сегодняшние спортсмены тоже подают большие надежды, что не может не радовать наставника. Среди последних достижений успеха на недавно прошедшем в Киеве международном турнире по тэквондо. Три золотых и две серебряных медали, и это, учитывая огромную конкуренцию из порядка 800 ребят. В основном сразу приводят, чтобы было общее развитие. Общее развитие, чтобы если это парень, мальчик, постоял за себя, не дал обидеть себя на улице. Вот за этим приходят. А в последующем мы уже, когда я разговариваю с родителями, он подходит уже под конкретный результат. Да, давайте рассматривать. Мы уже вместе с родителем ведем его следующим стартом, Олимпом. Вклад в большое общее дело, воспитание и развитие подрастающего поколения вносит молодой тренер и опытная спортсменка Александра Пилатова. Проблемы начинающих ей хорошо знакомы. Женщина старается правильно направить ребенка и увлечь выбранным видом спорта. Нужно понимать, для чего ты занимаешься, для чего ты ходишь. Если ты ходишь для кого-то, то, как правило, надолго ты не задерживаешься в виде спорта. Если ты ходишь для достижения определенных результатов, то есть это чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, то ты должен понимать, что приходится очень много трудиться. Иногда это по две, по три тренировки в день. То есть и спорт превращается не просто в хобби, это стимул, это смысл твоей жизни. Поэтому, наверное, успех в первую очередь заключается в систематическом, регулярном занятии. На отделении по тэквондо занимаются ребята от пяти и старше. Все они разные, разные и их цели, и возможности. В общем, пожалуй, является любовь к своему занятию. А потому и тренировки проходят в удовольствие, и результаты достигаются высокие. Самая громкая победа была в Минске, на Минск-арене. У меня было два соперника, два нокаута и две победы. Хочу заработать черный пояс и какой-нибудь золотой дан. Я занял первое место в Иравских Эмиратах, G2 турнир. Ездил на Европу, во Францию. Первое место в Польше Open и был чемпионом республики, ходил в сборную. Ты такой молодец. Как удалось достичь таких успехов? Упорные тренировки. А сколько часов? Ну, я тренируюсь здесь каждый день. Громкие победы, я думаю, это когда я выиграла первенство Республики Беларусь среди кадетов и первенство Республики Беларусь среди молодежи, которое было в этом году в марте. Я всегда настраиваюсь на победу, волнение, оно всегда есть. То есть, конечно, волнение присутствует. Как-то уже с годами научилась управляться с этим. Успех в данном спорте, как и в любом другом виде боевых искусств, зависит от множества факторов. Победа по-прежнему – это удачный союз ученика и тренера. Это общая борьба за совершенствование и преодоление новых планок. Это безостановочное движение вперед, несмотря на сложности. Наблюдая за процессом тренировок, убеждаешься, как молодым спортсменам даются победы на столь высоком уровне. Секрет их успеха – собственное трудолюбие и руководство опытного наставника. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Такой яркой и насыщенной событиями была прошедшая неделя. Все материалы, которые вышли в эфир, вы можете найти на сайте нашей телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. А я напоминаю, на Бук-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 21 мая через территорию республики будет проходить атмосферный фронт. Днем в Бресте пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный сменится на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 14-16 со знаком «плюс», максимальная днем от 22 до 24. 22 мая Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ночью в Бресте еще скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Брещан ждет солнечная и жаркая погода. Температура воздуха в ночные часы составит 14-16 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 22. 22. 22. Субтитры создавал DimaTorzok